В мире существует несколько городов, каждый камень, каждая улица, да и вся аура которых пропитаны музыкой, как Гвена в Австрии, Няполь в Италии, Шуша в Азербайджане. Шуша – это отдельная история. В последние 300-400 лет она действительно является центром национальной культуры, важнейшим и ценнейшим для азербайджанской духовной жизни центром, оттуда рядом многие выдающиеся деятели азербайджанского искусства, особенно мухама, музыки и поэзии. Шуша – это один из прекрасных городов Карабаха. Шуша – храм и колыбель азербайджанской музыки. Как говорил выдающийся азербайджанский поэт Самет Вургун, почти все знаменитые певцы и музыканты Азербайджана, они уроженцы из Шуши. Недаром Шуша называет колыбелью музыки город, справедливо был назван как консерваторией Кавказа. Шуша с древних пор слывает музыкальным центром и славится по всему Закавказе как с нещерпаемой родник народу музыкальных талантов, но более всего Шуша Дараганам как один из главных активных центров развития ценнейшего достояния искусства народа Востока – мухамата. И издавна здесь формировались особенности азербайджанского мухамата, выделяющего его как национально своеобразное явление, которым гордится весь народ Азербайджана. Шуша и мухамат – синонимы для азербайджанцев. Недаром так распространены поговорки «Какой ты шушинец, если ты не поешь мухамат?» В начале 19 веков складывается великолепная шушинская школа мухамата, состоящая из разных годов из нескольких творческих индивидуальных школ, во главе которых стояли выдающиеся исполнители мухамисты Хананда. Шуша – это храм азербайджанской музыки, слишком многое связано с этой культурной столицей Карабаха и с музыкальной жизнью нашего народа. Шуша был освобожден от армянской оккупации 8 ноября 2020 года. Президент Ильхам Алиева объявил освобожден от армянской оккупации город Шуша – культурной столицей всего Азербайджана. Об этом сказал глава государства во время приема Нара Керимова в видеоформате в связи с назначением министром культуры республики. «Город Шуша достойен этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только всего Азербайджана, но и всего региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой», – подчеркнул Ильхам Гейдарович. По словам Ильхама Алиева, уже начата работа по восстановлению Шуши. В этот город командирована большая группа специалистов, планируется провести ревизию жилого фонда исторических памятников, дать точную оценку нанесенного шерва армянами. «Мы должны начать реставрацию города. Исторический облик должен быть восстановлен», – сказал Ильхам Гейдарович, отметив при этом значимость капитального ремонта мечетей в культурной столице страны. Президент отметил также важность сохранения искусства мулама и ашукского искусства, а также защиты религиозных и архитектурных памятников. По словам главы государства, в период армянской оккупации более 60% мечетей были разрушены. Ни одна международная организация не осуждает армянику по этому поводу. Но мы защищаем армянскую церковь. У нас нет проблем с армянским народом, живущим в Азербайджане. Армянские граждане или граждане Азербайджана, сегодня армяне, проживающие в Карабахском регионе, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках азербайджанского государства, – сказал Ильхам Алиев. Напомним, что город Шуша был освобожден от армянской оккупации 8 ноября 2020 года. Карабах наш, Шуша наш.